Всех приветствую! Вы на канале «Всё о звёздах ТВ» интересно знать. Почему же Ирина Розанова, Ангелина Вовк и Лаймой Вайкули остались бездетными? Что помешало этим артисткам познать радость материнства? Знаменитая актриса, популярная певица и легендарная телеведущая. Юности были такими красавицами, что их расположение добивали самые завидные женихи СССР. Их жизнь и теперь очень яркая, насыщенная интересными событиями и интересными людьми. Вот только жизнь в народных артистках 58-летней Ирины Розановой, 77-летней Ангелины Вовк и 66-летней Лаймой Вайкули сложилась без родных детей. Хотели, но здоровье не позволило стать мамами, и у каждой из них своя история. Но даже не имея собственных детей, артистки нашли, кому подарить заботу и материнскую любовь. Ирина Розанова. Народная артистка от всех своих мужей уходила с одним чемоданом. Вот такой у нее характер. И мысли не было бороться за долю богатств и недвижимости, даже ради богатого мужа-бизнесмена. Собственным жильем Ирина обзавелась уже после 40 лет. Ирина любит центр Москвы, но предпочитает жить в своей полной цветов квартире на юго-западе. Часто уезжает за город, где купила землю и построила дом. На даче у себя гуляю под зеленой травкой. Еще я очень люблю путешествовать и рисовать. А собственно, очень сильно люблю Венецию. Замуж Ирина выходила три раза официально. За режиссера Евгения Каменьковича, состоятельного бизнесмена Тимура и оператора Григория Беленького. Также у актрисы было два гражданских брака. Ирина не скрывала, одной из причин расставания с мужьями было то, что она не могла иметь детей. «Я же не виновата, что не могу иметь детей, что так и не смогла выносить собственного ребенка», – вспоминала Ирина. Артистка признавалась, ее свекрови ждали внуков, но она не могла опорождать этих надежд. Усыновлять ребенка она не стала, не была уверена, что справится с такой ответственной задачей. Ирина с бывшими мужьями осталась в дружеских отношениях. Ирина окружила заботой и материнской любовью своего брата Павла и его дочерей, своих племянниц – Аню, Наташу и их детей. Также у Ирины есть четыре крестника, и она одаривает их вниманием, любовью, заботой и подарками. Ангелина Вовк. У Ангелины есть родной брат, его сын Кирилл, крестник Вовы. У Кирилла две дочки. Это мои внучки, прелестные девочки, растут, учатся. Старшую назвали Ангелиной. Я им сказала, берите мою фамилию, пусть Ангелина Вовк живет и дальше. Так что у меня своих детей нет, но когда я улечу на небеса, вот тогда все равно на земле останется еще одна Ангелина Вовк, рассказывает знаменитая телеведущая. А также у Ангелины целых 11 крестников. И Ангелина Михайловна счастлива, что у нее есть возможность заботиться о близких, радовать их подарками и окружать своей любовью. Замужем Ангелина была дважды, но после последнего развода в 95 году больше не встретила мужчину, с которым хотела бы связать жизнь. Но на сегодняшний день известно, что у Ангелины все-таки есть мужчина, с которым она собирается пойти под венец. Несмотря на свой, уже солидный возраст. Свой быт она обустроила прекрасно. Квартира в Москве, загородный дом. Ангелина ведет активный образ жизни. Работает, путешествует, катается на горных лыжах. А детей у знаменитости нет из-за трагедии, которая произошла с ней в 33 года. 8 марта ей стало плохо. Она потеряла сознание. Ее увезли в Склиф. Там дежурный доктор оставил пациентку с температурой 40 до утра, без необходимой помощи. Телеведущие поставили диагноз перитонит. Было более 5 операций, а также была клиническая смерть. Из больницы она вышла только через полгода. Сильно подорвав свое здоровье, в будущем Ангелина не могла иметь детей. Вот такая трагедия в жизни этих прекрасных женщин. Лайма Вайкули. Впервые певица сделала аборт в начале своей карьеры. Она боялась, что материнские хлопоты помешают творческим планам. Второй аборт она сделала, когда уже была на пике славы. Тогда Лайма тоже не смогла сделать перерыв в карьере. А может и не хотела. Подорвав свое здоровье, звезда больше не могла иметь детей. Поэтому Лайма решила усыновить ребенка. Но прежде чем отправиться в детский дом, она решила посоветоваться со своим крестным священником. Он всегда благословлял меня на самые важные дела. А тут сказал нет. Когда я его спросила почему, он ответил нет и все. Каждому свое. Семья у Лаймы большая. Брат и две сестры. Множество племянников и их дети. Как она говорит, я за всех волнуюсь. Порой чувствую себя крестным отцом в нашей большой семье. Очень жаль, что такие прекрасные, красивые женщины так и не познали радость материнства. Ну все же я вам желаю счастья, долгих лет жизни и всего самого-самого наилучшего. А я вас всех благодарю за внимание. Всем большое спасибо за все. Если вам понравился этот ролик, ставьте пальчики вверх. Кто же еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Потому что впереди еще много нового, интересного и увлекательного. А также подписка вас совершенно ни к чему не обязывает. И конечно же не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи, счастья, добра и мира. Всего вам самого-самого наилучшего. Берегите себя и своих близких. Всем удачи и всем пока-пока.